Российский патриархат организует бесплатные паломничества для молдавских священнослужителей. Эта инициатива является духовной, а не политической, подчеркивает митрополия Молдовы. Еще одно судебное решение вынесено в пользу бывшего генерального прокурора Александра Стояногла. Высшая судебная палата отменила решение апелляционной палаты о разрешении ареста Александра Стояногла в 2021 году. Румынская компания Вестмолт Трансгаз, оператор газотранспортной системы в Молдове, зарабатывает миллионы за счет посреднических услуг. Подробности об этом в специальном репортаже на нашем канале. Пожилые люди остаются самой бедной категорией граждан в Молдове. Что ответил министр соцзащиты Алексей Бузу на вопрос, когда будут увеличены пенсии, расскажем далее. Фермеры из южного региона страны объявили, что готовятся к проведению протестов в районах и в столице против действий правительства по отношению к ним. Предложенные властями меры они считают поверхностными и говорят, что парламент не принимает никакого участия в решении проблем, с которыми они сталкиваются. По их словам, мало того, что они несут убытки из-за засухи, так еще и подвергаются преследованиям со стороны государственных органов, а именно государственной налоговой службы, которая принудительно изымает деньги со счетов фермеров. Ассоциация Форса Фермиерилор заявила, что в настоящее время сотни аграриев по всей стране получили уведомления о начале процедуры банкротства и о принудительном взыскании задолженности. Более того, у некоторых из них отбирают землю и сельскохозяйственную технику. Исполнительный директор Ассоциации Форса Фермиерилор Александр Бадереу пояснил для нашего телеканала, что терпение сельхозпроизводителей иссякло, а эффект от объявленной правительством помощи в размере 100 миллионов леев будет минимальным, поскольку необходимо не только покрытие ущерба, но и выделение средств для полного преодоления кризиса в отрасли. Необходим приток финансовых ресурсов для рефинансирования фермеров, чтобы они могли выплатить долги, и нужны средства, чтобы они могли начать новый сельскохозяйственный год, провести посевную. Несколько сотен фермеров получили уведомления о процедуре банкротства, но в ближайшем будущем, сейчас, в сентябре-октябре, когда придут платежи по кредитам поставщики и фермеры, пострадавшие не только от засухи в этом году, но и от того, что дополнительную финансовую поддержку, которая была предназначена для нуждающихся фермеров, и я имею в виду чрезвычайный сельскохозяйственный кредит, многие фермеры не смогли его получить, потому что банки считают это очень рискованным в случае с теми фермерами, которые находятся в затруднительном положении. По словам Иона Племодиалы, агропроизводителя с юга страны, ситуация вышла из-под контроля. Ситуация сложная, кризисная, требуется участие государственных структур, я имею в виду правительство, фонды помощи и в кризисных ситуациях, потому что этот кризис – форс-мажорное обстоятельство, люди достигли предела бедности, до предела проблем нас не поддерживают, я имею в виду фермеров, не поддерживают так, как наших коллег в соседних странах. Ион Племодиалы также отметил, что сельское хозяйство должно быть отраслью экономики, поддерживаемой государством, и что 100 миллионов леев недостаточно, так как потери фермеров по всей стране гораздо выше. Было бы лучше, если бы сейчас шла речь про 500-600 миллионов для исправления ситуации в сельском хозяйстве. 100 миллионов, посудите сами, если у нас только по первой группе в Кагульском районе 135 миллионов, к этому добавляется вторая группа, там еще 200 миллионов. И только по Кагульскому району сумма достигает 300 миллионов. А в целом по стране, допустим, не все районы так сильно пострадали, как Кагульский район, но в принципе по всей стране сельское хозяйство пострадало. Фермеры говорят, что они переживают беспрецедентный кризис, а государство издевается над ними вместо того, чтобы помочь. Для нас сейчас нет решения проблемы, как работать дальше. Нет дизельного топлива, нет денег на оплату труда. А те деньги, которые у нас еще есть на счетах, налоговая инспекция изымает. Самый большой парадокс заключается в том, что государство должно нам деньги в виде возврата НДС. Это деньги фермеров. И речь идет примерно о 15 миллиардах. Но налоговая отбирает последние средства с наших счетов, потому что мы не заплатили подоходный налог по зарплатам. Люди будут бороться за то, что у них есть, за то, что они создавали всю свою жизнь. А теперь на это наложен арест или это заложено банками. Фермеры повторили свои требования, выдвинутые еще в июле, об введении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства Василий Шарбан, к которому Пятый канал обратился за комментарием, ответил, что находится за границей и не может с нами поговорить. После того, как фермеры с юга Молдовы заявили, что снова выйдут на протесты, поскольку правительство не приняло конкретных мер для помощи аграриям, пострадавшим от засухи, Минсельхоз заявляет, что правительство все еще может объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве по примеру румынских властей. Решение будет обсуждаться в ближайшие дни. Вице-премьер Владимир Боля встретился на этой неделе в Бухаресте со своим визави министром сельского хозяйства Румынии Флорином Барбо, чтобы обсудить и перенять модели эффективных мер, применяемых в Румынии для внедрения аналогичных решений в Республике Молдова. Также в эти дни состоялись дискуссии с премьером Дарином Ричаном о некоторых мерах в дополнении к 100 миллионам леев, которые в ближайшее время предстоит перечислить на счета аграриев. 5 сентября Ассоциация Форца Фермиерилор объявила, что начала консультации со всеми фермерами о проведении акции протеста. Агрария недовольна отсутствием конкретных мер со стороны правительства и парламента по компенсации убытков из-за засухи. Они считают, что объявление чрезвычайного положения в сельском хозяйстве – единственное решение проблемы. Фермеры говорят, что объявленная правительством поддержка в 100 миллионов леев неэффективна и недостаточно по сравнению с реальными потребностями агросектора. Высшая судебная палата от 2 ноября 2021 года, согласно которому иск Стоиногла по административному делу против Высшего совета прокуроров был отклонен. На основании этого постановления судей, заявляющих о своей честности, стало возможно унижение и преследование Александра Стоиногла, а Республика Молдова в очередной раз была осуждена в Европейском суде по правам человека. Уверен, что заключение апелляционной палаты, отмененное ВСП, было невозможным без вмешательства правящей партии, заинтересованных лиц и услужливых судей, написал на своей странице в социальных сетях Юрий Морджиняну. Он предположил, что постановление Высшей судебной палаты стало возможным только после решения ЕСПЧ, хотя упоминания об этом в нем нет. В правящей партии действий солидарность пока не прокомментировали слова Юрия Морджиняну. Напомним, в октябре 2021 года Высший совет прокуроров принял к сведению уведомление депутата от ПДС Лилиана Карпа, который обвинил Стоиногла в пассивной коррупции и злоупотреблении служебным положением и назначил прокурора, который будет проводить расследование. Согласно представленным Карпом данным, в 2011 году Стоиногла, будучи депутатом, способствовал принятию некоторых поправок к закону, которые позволяли отмывать миллиарды долларов через молдавские банки. А эту схему организовал и внедрил Вячеслав Платон. За решение проголосовали 7 из 11 членов ВСП. Следует отметить, что на этом заседании Стоиногла потребовал отвода пяти членов. Позже его отстранили от должности генерального прокурора и заключили под стражу. Стоиногла занимал должность генерального прокурора с ноября 2019 года и по октябрь 2021 года. Он неоднократно отвергал обвинения и называл открытые против него уголовные дела политическими. Представители властей эти обвинения отвергали и утверждали, что не вмешиваются в правосудие. По некоторым опротестованным делам Стоиногла добился отмены решения, в том числе после того, как его иски удовлетворил Европейский суд по правам человека. Президент Майя Сандо до последнего не хотела признавать неправомерность своего указа об отставке Стоиногла и отменять его. На вопрос журналистов, почему она этого не делает, она ответила, цитата, «потому что я так хочу». Авелин Табарча оспорил решение Центральной избирательной комиссии, отказавшей ему в регистрации инициативной группы для сбора подписей, необходимых для выдвижения в качестве независимого кандидата в президенты Республики Молдова в операционной палате Кишинева. Табарча считает, что решение ЦИК было незаконным и необоснованным. Как было объявлено на пресс-конференции, мы будем стучаться во всевозможные и невозможные инстанции, чтобы добиться справедливости. Мы считаем, что с нами поступили несправедливо. Мы получили сотни и тысячи сообщений от наших сторонников, которые просили нас не останавливаться, продолжать борьбу, потому что если мы оставим всё как есть, будем молчать и ничего не делать, то нас уничтожат. И мы обещаем, что мы будем бороться, пойдём до конца и выиграем это дело». Адвокат Табарча Надежда Лукьянчук считает, что Центральная избирательная комиссия нарушает закон, отказав Табарча в регистрации. Отказ ЦИК необоснован и незаконен. 30 августа мы подали заявление, все документы были в порядке, согласно требованиям законодательства. 2 сентября состоялось заседание ЦИК, на котором одним из его членов было предложено дать положительную оценку этому заявлению. Но шесть членов ЦИК проголосовали против. «Мы считаем, что этот отказ необоснован и незаконен, потому что в качестве аргумента они сообщили, что Авелин Табарча участвовал в местных выборах 2023 года в качестве кандидата. Но закон не предусматривает этот повод в качестве аргумента для отказа». Напомним, Авелин Табарча намерен баллотироваться в президенты как независимый кандидат. Тем не менее, ЦИК обвинил его в политической аффилированности из-за того, что Табарча выдвигался в качестве районного советника от партии «Шанс» на местных выборах 2023 года. Табарча отвергает обвинения в политической аффилированности, подчеркивая, что никогда не состоял и не состоит в рядах какой-либо политической партии. 5 сентября несколько гражданских активистов организовали акцию протеста перед зданием Центральной избирательной комиссии. Манифестанты выразили недовольство отношениям ведомства к некоторым потенциальным кандидатам, желающим принять участие в президентской гонке и считают, что политика ЦИК и избирательный процесс несправедливы. Требую честных выборов! Требую честных выборов! Сегодня неравнодушные жители Республики Молбова вышли к зданию Центральной избирательной комиссии, чтобы сказать наше решительное «нет». К тому, что сейчас происходит в этом здании. Когда карманные шуты, карманные этой власти всячески давят независимых оппозиционных кандидатов. Они запрещают деятельность политических партий, они будут не регистрировать, я вас уверяю, в ближайшее время мы увидим. Кандидаты от других политических партий почему-то имеют право регистрировать свою инициативную группу, получают юлики для сбора подписи. Но кандидат от «Бога Победы» почему-то, к сожалению, остается вне этой предыборной гонки по надуманным причинам, которые существуют только в головах Майи Санду и, видимо, руководства ЦИКа. Протестующие потребовали отставки вице-председателя ЦИК Павла Пастика. Павел Пастика делает все, чтобы нарушать конституционные права граждан. Ежедневно Центральная избирательная комиссия и те люди, которые работают в угоду правильней партии, не снидают гражданам Мородовы избирать тех представителей, которых они хотят. ЦИК в отставку! ЦИК в отставку! Напомним, 20 октября пройдут президентские выборы и конституционный референдум. Партия «Платформа. Достоинство и правда» указывает на злоупотребление со стороны правящей партии действий солидарность при сборе подписей в поддержку претендента на участие в выборах президента Майи Санду. По словам члена инициативной группы ППДП Инги Григориу, людей организованно привозят в премырии, чтобы они подписались в поддержку Санду. Собирают централизованно, используя административные ресурсы. Как правило, люди приходят в премырии, все местные чиновники один за другим проставляют свои подписи. Кроме того, мы увидели в одном населённом пункте, что определённое НПО активно участвует в сборе подписей в поддержку нынешней власти. Я не видела, чтобы сборщики ходили по домам. Инга Григори утверждает, что эти незаконные действия были зафиксированы промо-Лекс. В то же время она сообщила нам, что 4 сентября в Новых Аненах она ответила на вопросы наблюдателя от одного из НПО. Мы сообщили, из каких ресурсов мы заплатили за баннеры, из каких ресурсов мы оплатили листовки, которые носим с собой. Меня также спросили, за счёт каких средств я приехала в Новые Анены. На предложение Пятого канала прокомментировать эту информацию пресс-секретарь ПДС Адриана Влас ответила в сообщении, что заявление Григориу это политический бред. Директор программы Ассоциации промо-Лекс Николай Панфил заявил Пятому каналу, что все нарушения войдут в отчёт, который будет представлен 19 сентября. Россия будет рассматривать любые провокации против российских граждан и миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике как нападение на Российскую Федерацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Восточноэкономического форума. Это заявление Захаровой стало ответом на недавнее высказывание главы Молдавского МИД Михаил Папшоя, который в рамках форума «Глобсек» заявил, что украинские военные боевыми действиями на российской территории обеспечивают безопасность Молдовы. На фоне этих и других подобных заявлений Захарова отметила, что призывы Кишинёва и Киева избавиться от российского военного присутствия в Приднестровском регионе недопустимы. Помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тысяч граждан России. Любые провокации в их отношении будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию. По словам Захаровой, нынешние молдавские власти ведут свою страну по гибельному пути Украины, следуя по предписанному западному антироссийскому курсу. Захарова отметила, что Молдова стремится избавиться от российского военного присутствия в Приднестровье, но при этом полностью игнорирует историю конфликта в регионе и причину ввода российского миротворческого контингента. Молдовский МИД пока никак не прокомментировал заявление Захаровой. Ранее власти Молдовы многократно требовали вывода российского вооруженного контингента из Приднестровья. С аналогичным заявлением выступали и США. В самом Приднестровье российский миротворческий контингент считают гарантом мира и безопасности. Митрополия Молдовы выступила с официальным комментарием о паломничестве молдавских священников Православной Церкви Молдовы в Россию. Напомним, этим летом российский патриарх организовал бесплатное паломничество для группы священнослужителей из ПЦМ, предоставив им возможность посетить святые места в Российской Федерации. В распространенном накануне пресс-релизе Митрополии Молдовы говорится, что все обвинения, озвученные ранее в СМИ о причастности священнослужителей к политике и пропагандистской деятельности неверно истолкованная информация. Согласно 21 августа Православная Церковь Молдовы опубликовала заявление, в котором решительно осудила спекуляции в прессе, а именно участие ее духовенства в политике или пропагандистской деятельности. Кроме того, вернувшиеся из Москвы священники отрицали при этом какую-либо финансовую помощь, полученную от тех, кто их принимал. Митрополия Молдовы подтвердила обязательство сохранять целостность своего духовенства и Православную Церковь Молдовы свободной от любого политического влияния. В пресс-релизе подчеркивается, что эти инициативы были направлены на поддержку священников из приходов с ограниченными ресурсами, особенно из сельских районов Молдовы. Со своей стороны в Русском Патриархате подчеркнули, что эти братские паломничества будут продолжены и в последующем, включая посещение монастырей Московской области и других регионов России. Желая таким образом укрепить сотрудничество и братские связи между православным духовенством солидарность внутри Вселенской Православной Церкви. Напомним, ранее провластные СМИ опубликовали информацию о том, что несколько групп священников в Молдавской митрополии совершают паломничество в Москву и финансирует эту поездку один из политиков. 20 августа в аэропорту, когда группа молдавских священнослужителей вылетала из Кишинева, группа журналистов окружила их, задавая провокационные вопросы, на которые те не хотели отвечать и под давлением пытались пройти на паспортный контроль. Одному темнику, в которой говорилось, что 20 церковных лидеров прилетели в Москву, где их ждали с дорогой едой и напитками и принимали высокопоставленные представители московского патриархата. Тогда же Православная Церковь Молдовы опубликовала заявление, в котором решительно осудила спекуляции в прессе, отметив, что эта поездка, хоть и не была организована молдавской митрополией, носила исключительно братский характер и преследовала лишь одну цель укрепления связи между Русской Православной Церковью и Православной Церковью Молдовы. Все инкриминируемые им обвинения отрицают и священнослужители, посетившие Россию. В свою очередь, Русская Православная Церковь в своем сегодняшнем сообщении для прессы прокомментировала реализуемый РПЦ паломнический проект для священнослужителей Православной Церкви Молдовы, имеющий статус самоуправляемой Церкви Московского Патриархата. Цитируя митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, руководителя управления Московской Патриархии по делам епархии в странах Ближнего Зарубежья отмечено, что масштабный паломнический проект Русской Православной Церкви, организованный для священников из Молдовы, направлен на поддержку и сохранение традиционных духовных ценностей. Концепция паломничества предусматривает дальнейшее укрепление связей между удаленными частями Церкви. Также в пресс-релизе особо отмечено, что в это непростое время особенно важны братские связи и сотрудничество в деле пастырского служения. В прошлом году порог абсолютной бедности в Молдове составил 3336 леев. 31,6% населения страны живут за этой чертой. То есть треть населения Молдовы в 2023 году имела недостаточный доход для обеспечения минимума необходимого для достойного уровня жизни в соответствии с определением абсолютной бедности. Такие данные содержатся в одном из годовых отчетов Национального бюро статистики. Данные Национального бюро статистики показывают, что уровень бедности в сельской местности значительно выше, чем в городах. Так, в прошлом году в сельской местности он составил 42% по сравнению с 18% в городах. Также уровень бедности значительно отличается в разных регионах страны. На юге он выше, чем на севере. Так, за чертой бедности в южных районах проживает более 49% населения, в центральных районах 39%, в то время как на севере 32,2% населения. Одним из основных факторов, влияющих на возникновение усиления уровня бедности, является число детей в семье. Так, согласно данным за 2023 год, в семьях с тремя детьми уровень бедности составлял 40,9%, в то время как уровень бедности в семьях с одним ребенком 26,6%. Уровень уязвимости также варьирует в зависимости от возраста. Менее всего по данным НБС ей подвержены люди в возрастной категории от 18 до 29 лет. Для этой категории уровень бедности составляет 23,2%, а наиболее уязвимыми являются граждане, перешагнувшие 60-летний возраст. В их случае уровень бедности составляет 43,7%. Вы когда-нибудь задумывались, как живут в Молдове пенсионеры на 2000 лея в месяц? Или все-таки выживают? Они тянут бремя своих лет, которые за бедности еще тяжелее и горше нести в забвении и пренебрежении со стороны властей. Таисия Калдарарь из села Алаваш Тефанводского района 71 год, и она вынуждена бороться с действительностью, с которой столкнули сотни молдавских пенсионеров. В своем старом доме, который может обвалиться в любой момент, она живет с сыном в нищете, которая уже давно воцарилась в их жизни. В течение 40 лет она работала в колхозе. Проходила сквозь трудности и терпела лишения, но продолжала работать, чтобы иметь возможность воспитывать сына в надежде, что, возможно, в старости будет полегче. Шли годы, однако жизнь становилась столько тяжелее. 11 лет назад умер ее муж, а затем, ведь, как известно, беда не приходит одна, заболела и сама Таисия. Все дорого, не только все, иди за таблетками надо двое больше, я платила там несколько меньше, а сейчас уже больше платят за таблетки. Вся пенсия вот здесь, вот сюда. Много таблеток? Конечно, там по сто семьдесят, по сто, дорогие. Пенсия у нее маленькая, денег не хватает даже на самое необходимое, не говоря уже о лекарствах, процедурах или уходе за сыном, у которого проблемы со здоровьем. А сейчас, перед наступлением холодов, Таисии приходится думать и о дровах, которые ей нужно купить, чтобы пережить суровые зимние месяцы. Вот дрова, но тут просто мелочь, на растопку, видите, больше ничего нет. Надолго ли хватит этой мелочи зимой? Около месяца, на два уже вряд ли, на зиму точно не хватит. Женщина рассказала нам, что она разочарована, потому что хорошие времена, обещанные власть имущими, все никак не наступят. По словам Таисии, она очень расстроена тем, что правительство совсем забыло о пенсионерах. Наверное, они думают, они сами за себя думают. Так я думаю. Мои мнения, что они за пенсионеров не думают. А вот наши министры получают 70 тысяч. 70 тысяч, я знаю, но зато им дают, а нам не мают, от чего, из чего дать. Не только я буду говорить за пенсию, что мало пенсии, все пенсионеры будут говорить, что нету пенсии, мало совсем. И не знаю, дальше не знаю, как будет. В завершении беседы, когда мы уже прощались, пенсионерка расплакалась из-за того, что даже не видит просвета в завтрашнем дне. А о том, что будет зимой или в следующем году, она даже боится думать. По данным Национального бюро статистики, уровень абсолютной бедности в Молдове вырос с 23% в 2018 году до более чем 31% в 2022 году. что стало самым высоким показателем с 2014 года. Что жизнь становится все дороже, а пенсионеры, согласно данным статистики, остаются самой бедной и уязвимой социальной группой населения, правительство не планирует даже рассматривать возможность повышения пенсии. По крайней мере, на это намекнул министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. Отвечая на вопрос корреспондента Пятого канала, планируется ли повышение пенсии для пожилых людей? Ожидается ли повышение пенсии в этом году, учитывая, что, согласно статистике, большинство бедных людей это пенсионеры. Когда у нас будет, что сообщить нового по пенсиям, мы обязательно сообщим. Как я уже говорил, для нынешнего правительства повышение пенсии является одним из приоритетов. Повышение пенсии в рамках этого мандата было самым значительным. Когда у нас появятся четкие новости по этому вопросу, мы сообщим их. Напомним, весной этого года пенсии были проиндексированы на 6%, однако в 2023 году, когда инфляция достигла 30%, пенсии были проиндексированы только на 15%, несмотря на то, что по закону они должны были быть увеличены пропорционально росту цен. В то время власти объяснили свое решение нехватки денег в бюджете, что в результате сильно ударило по пенсионерам и их материальному положению. ВДС также не выполнила обещания, данные во время предвыборной кампании 4 года назад об увеличении минимальной пенсии до 2000 леев для всех пенсионеров. Повышение произошло, но только для лиц с полным трудовым стажем. В настоящее время минимальная пенсия по возрасту и с полным стажем после индексации составляет 2777 леев. Отметим, что в нашей стране один работающий обеспечивает пенсии одного пенсионера, тогда как соотношение, по мнению экспертов, должно быть 10 к 1. По данным Национальной кассы социального страхования, на начало июля этого года в стране насчитывалось почти 530 тысяч получателей пенсий по возрасту. Интересная прошла на днях информация. В Молдове, оказывается, за прошлый год на треть выросло число миллионеров. То есть еще 1 606 человек стали официально богаче. Как пишет Молдстрит со ссылкой на данные государственной налоговой службы, всего с доходами свыше 1 миллиона леев в нашей стране теперь 6416 человек, а самому молодому миллионеру всего 19 лет. Если разобраться, леевыми миллионерами с доходом до 1 миллиона можно назвать чуть ли не каждого второго в нашей стране, если у него есть недвижимое имущество. Другое дело миллионеры с доходами например от 2 до 4 миллионов в год. Таковых в Молдове 1474, а с доходами от 6 до 10 миллионов 296, свыше 10 миллионов 295 человек. Кто все эти миллионеры? Как им удается в нищей стране, в которой бизнес умирает, инвесторы сбегают, а экономика дышит на ладан, увеличивает свое личное благосостояние? И главный вопрос за счет чего или вернее за счет кого они зарабатывают миллионы? А вот и ответ. Это работники коммерческих банков, топ-менеджеры, основные акционеры, администраторы крупных отраслевых предприятий, в том числе государственных, особенно в энергетическом секторе. И, конечно же, чиновничий аппарат, который за годы правления Майя Санду и ПДС был непомерно раздут за счет увеличения министерств, ведомств, управлений и всяких там дополнительных структур, в которых сидят родственники, куметры, братья и сестры нынешнего руководства страны. И так по порядку. Если кто не знал, банковская система Молдовы сегодня уже практически не принадлежит Молдове. На 80% ею владеют иностранные инвесторы. В списке главных акционеров Европейский банк реконструкции и развития, западные инвестиционные фонды. Экономист Владимир Головитюк провел сравнительный анализ и пришел к выводу, что именно финансовые и топливно-энергетические компании жиреют за счет населения и бизнеса в Молдове. Я не сторонник уравниловки, но предел какой-то должен быть. Средняя зарплата в Молдове во втором квартале 2024 года составила 14100 леев. Мы понимаем, что средняя это как средняя температура по больнице, но тем не менее. Самый высокий уровень оплаты труда в сфере IT 34000 леев, в финансовом секторе 27400 леев и топливно-энергетическом 21200 леев. Если по поводу первого, то есть IT-сектора более-менее понять можно, но с последними двумя возникают непонятки. И финансовые, в основном это банки, и топливно-энергетический сектор живут за счет населения и бизнеса. Их доход в основном формируется в одном случае за счет кредитования населения и бизнеса, то есть за счет процентов, а также за счет оплаты их обслуживания. Во втором также от обслуживания населения и бизнеса поставляем газ, тепло, горячую воду и электроэнергию, то есть опять же за счет тарифов. Эксперт считает, что нельзя ситуацию назвать нормальной, когда, например, в аграрном секторе зарплата на треть ниже средней, а в банках в два раза выше средней. В итоге фермеры из-за невозможности вернуть дорогие кредиты закладывают последнее, а банкиры могут позволить себе космические по молдавским меркам зарплаты. Реальный пример супруга премьер-министра Дарина Ричана. Согласно декларации о доходах за 2022 год, занимая высокую должность Молдова Агроинбанки, получила зарплату в размере более 5 миллионов лев. При этом, по оценке многих экспертов, власть ПДС создает максимум условий, чтобы доходы банков росли. Например, введением с начала этого года платы за снятие наличных в самом банке, где есть счет после трех бесплатных транзакций. Особая история кредиты. Объем новых кредитов отмечает Владимир Головатюк за 7 месяцев вырос по сравнению с январем-июлем 2023 года на 57%. Из них 70% это потребительские. Проще говоря, на жизнь. Объем депозитов, напротив, сократился на 7%. Это говорит о том, что у людей нет средств, которые они могли бы отложить и разместить в банках, зато им нужно одолжить для оплаты коммунальных покупок или поездок на отдых. В этой связи экономист Владимир Головатюк задается резонным вопросом. Так кто кого кредитует? Чиновничий аппарат, который при вступлении в должность президент Майосанду обещала сократить, напротив, нынешняя власть продолжает увеличивать. Продолжает щедро повышать зарплаты и министрам, и их подчиненным. Например, на официальном сайте Министерства инфраструктуры и регионального развития, что в подчинении официального долларового миллионера Андрея Цпыну, в открытом доступе можно ознакомиться с его официальной зарплатой, а также его аппарата. Что обращает на себя внимание, так это то, что под видом транспарентности все-таки схитрили. Указали цифры не фактической к выдаче зарплаты, а плюс-минус приблизительные. Без учета премиальных, квартальных и прочих сопутствующих выплат. Кстати, здесь же размещено примечание, ну так, без стеснения, размер зарплаты может меняться в зависимости от стажа работы. Цпыну получают 50 190 леев. Три генеральных секретаря живут чуть скромнее на 40 тысяч. Главы управления в среднем получают от 23 до 30 тысяч. Но это крохи по сравнению с зарплатой, которую получает та же глава Нацбанка Анка Драгу, экс-министр финансов Румынии, которой по ускоренной схеме выдали молдавское гражданство, чтобы она смогла вступить в новую должность. 168 тысяч леев ежемесячно. Или тот же глава Нарея Вячеслав Фунтилы, согласно декларации об имуществе и личных интересах, в 2023 году получил зарплату почти в 1 миллион 400 тысяч леев. То есть, его ежемесячная зарплата составляет 115 тысяч леев. Глава Конституционного суда Домника Маноли в прошлом году получила доход в виде зарплаты в размере 785 тысяч 587 леев. Кроме того, от правительства она получила более 181 тысяч леев в качестве моральной компенсации. Еще более полумиллиона леев 538 тысяч 949 леев, доход от пенсии, пособия по временной нет трудоспособности, пособия за работу в международных учреждениях и вознаграждении. И зарплаты в таких предприятиях, как Четнор, термоэлектрика или Молтелеком, которые потребители оплачивают тарифами, немалые, а к ним еще и премии выплачивают. Чего не только премии стоят, например, в 333 тысячи леев за 4 заседания в наблюдательном совете Молдова-Газ. Как правило, основной доход миллионеры Молдовы получают не с официальной зарплаты по месту работы, от дивидендов размещения активов в разные бизнесы, финансовые фонды. А зарплата в 50 тысяч леев в правительстве это так, на пирожок. У нас, к сожалению, доля бедных примерно 60%, доля, скажем так, нижнего, среднего класса 20%, верхнего, среднего класса 15%. Ну, нижний, средний класс это тоже бедный, но не считается с бедными-бедными. И богатые 5%. То есть, не то, что есть богатые и бедные, а в том, что богатых нет, а бедных много. Вот у нас это проблема. Напомним, по данным Министерства финансов, за первые 7 месяцев 2024 года государственный долг Молдовы увеличился на 5 миллиардов 720 миллионов леев. В основном, дефицит бюджета власти намерены покрывать за счет новых кредитов. Уже сейчас нет средств на обслуживание займов, взятых правительством МПДС ранее. Зато каждый гражданин Молдовы, независимо от возраста, в счет оплаты госдолга, должен около 50 тысяч леев. Румынская компания Вестмолтрансгаз, которая год назад по решению Национального агентства по регулированию в энергетике стала оператором газотранспортной системы на всей территории Молдовы, зарабатывает миллионы за счет потребителей через промежуточные постоянно растущие тарифы. Вот и теперь эта компания подала очередную заявку в НРЭ на повышение тарифов. По мнению политиков и экспертов, Вестмолтрансгаз всего за год необоснованно увеличила тариф на транспортировку газа на 200 с лишним процентов. Проще говоря, на пустом месте, ничего не производя, не инвестируя, эта компания прокладка обобрала экономических агентов и граждан Молдовы на сотни миллионов леев. Претендент на участие в выборах президента Наталья Морарь представила схему, через которую, по ее словам, до августа этого года Вестмолтрансгаз украла у молдавских потребителей 160 миллионов леев. А в следующем году, говорит Морарь, будет украдено еще не менее 310 миллионов леев. Более того, по ее словам, сразу же после передачи сети от Молдова Трансгаз в румынской Вестмолдова Трансгаз тариф для этой компании увеличился на 114 процентов на входе в газотранспортную систему и до 61 процента на выходе в сети низкого давления, то есть на распределители. А теперь, в случае удовлетворения на Ре новой заявки, тариф для конечных потребителей увеличится на 47,2 процента. Таким образом, для точек входа в газотранспортную сеть запрошенная ставка на 46,2 процента выше предыдущей ставки. В точках выхода газотранспортной сети требуемый тариф выше на 58,5 процентов. А на транспортировку природного газа конечным потребителям тариф увеличится на 47,2 процента. Проще говоря, они просто управляют, ничего не вкладывают, а зарабатывают миллионы и миллионы за счет нас. По подсчетам Натальи Мораль, только за 10 месяцев деятельности румынской Вестмолдтрансгаз на молдавском рынке тариф на газ для поступления в транспортную систему вырос со 106 лев за тысячу кубометров до 323 лев за ту же тысячу кубометров, то есть на 204 процента. А за выход из газотранспортной системы тариф увеличился со 130 лев за тысячу кубометров до 311 лев за тысячу кубометров, то есть на 139 процентов. Вестмолдтрансгаз очень много вопросов, в том числе, как вообще эта румынская компания получила лицензию, не имея на то никакой базы, говорит эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну. Это очень странно, во-первых, потому что эта компания Вестмолдтрансгаз была создана на основе только одного газопровода, который магистрального, у них нет никаких локальных сетей по газу, по распределению, нет никаких газораспределительных станций. Таким образом, получается, что они получили обслуживание сети, которые не их, но обслуживает их также Молдова Газ своими силами, своими командами. Эксперт подчеркнул, что изначально правительство заявило, что передача газотранспортных сетей необходима для диверсификации рынка, но в итоге вышло все с точностью наоборот. Унгуряну предположил, что теперь, используя ресурсы той же Молдовы Трансгаз, румынская компания через повышение тарифов, даже несмотря на отсутствие предпосылок, накапливает собственные оборотные средства, то есть создает источники инвестиций за счет простых граждан. Для чего это было сделано? Как бы, правитель сказал, что для диверсификации, чтобы на рынке было больше игроков. Но для того, чтобы создать больше игроков, нужно создать материальную базу или какую-то, чтобы было экономически целесообразно. Сейчас этого не произошло и, по-видимому, исходя из вот этих повышенных цен, они будут как-то, наверное, накапливать на технику, на офис, на людей и так далее. То есть, не знаю, то есть, и даже мы можем только предполагать, что будет дальше вот с этими накопленными средствами. Отметим, Молдовы Трансгаз является дочерней компанией Молдова Газ. А Вестмолтрансгаз принадлежит Трансгаз Румынии и Европейскому банку реконструкции и развития. Официально Вестмолтрансгаз стал оператором газотранспортной системы на всей территории Молдовы 19 сентября 2023 года. Эта компания получила не только возможность управлять газотранспортными сетями на всей территории нашей страны, но и статус оператора с последующей сертификацией на европейском уровне в соответствии с требованиями третьего европейского энергетического пакета. Практически сразу после получения лицензии Вестмолтрансгаз подала заявку в Наре о повышении тарифа на транспортировку газа, который был увеличен до 431 ле 20 банов за тысячу кубометров газа. Менее чем через год снова подает заявку в Наре о повышении тарифа. И Наре эту заявку снова удовлетворяет, повысив тариф с 431 ле до 631 ле 90 банов за тысячу кубометров. И все эти повышения включены в тариф на газ для конечных потребителей. Для сравнения, если еще год назад доля затрат на транспортировку газа в тарифе для потребителей составляла 23 ле 70 банов, то теперь более 63 ле В случае уже третьего повышения тарифа на транспортировку газа под предлогом внедрения европейского энергетического законодательства все потребители будут платить в карман румынской компании по среднику, основным владельцем которой является тот же ЕБР больше почти на 50 процентов. В Молдове нарушается свобода слова. Это делается под прикрытием борьбы за демократию и европейские ценности. А на самом деле власть подобными методами укрепляет собственную диктатуру. Такое мнение во время брифинга высказали представители Блока Победы Марина Таубер и Алексей Лунгу. Оппозиционные политики напомнили, что начиная с декабря 2022 года в Молдове были закрыты 14 телевизионных каналов и более 30 интернет-порталов, неугодные действующие власти в лице партии действий солидарности и президента Майя Сандо. Что нам предлагает просвещенная Европа? 11 статья европейской хартии по правам человека предусматривает, что каждый человек имеет право на свободу самовыражения, что подразумевает право иметь собственное мнение без того, чтобы вмешивались власти. Но эту статью и в Европе не соблюдают давно, тем более в нашей стране, где Сандо стала примерной европейской ученицей. О том, что в Молдове не все в порядке с правом на свободу слова, ранее также отмечали международные эксперты. Так, в апреле этого года американская организация Amnesty International в своем годовом отчете сообщила, что в 2023-м в стране нарушались права на выражение мнений и свободу объединений. Аналогичный вывод эта организация сделала и после того, как власть приняла поправки в закон государственной измене, который приравнивает дезинформацию к государственной измене. Тогда в Amnesty International заявили, цитата, «определение государственной измены открыто для злоупотреблений, что представляет собой угрозу права на свободу выражения мнений». Оппозиция в лице Блока Победа в ближайшее время намерена сообщить о сложившейся ситуации в области свободы самовыражения в европейские структуры. И коротко о рапорте репортеров без границы, что опустились в рейтинге за прошлый год. «Мы подготовили обращение к международным организациям Совета Европы и ОБСЕ и просим обратить внимание на конкретные факты нарушения права на свободу самовыражения. Международное сообщество должно осознать, с каким багажом Санду пытается запрыгнуть в европейский поезд». По мнению лидеров Блока Победа цензура в СМИ привела к тому, что в эфире сейчас остались только те телеканалы, которые обслуживают интересы власти. «Это ТВ-каналы, как ранее сказала Марина Таубер, называют «черное белым, а белое черным». Какие у нас могут быть от них ожидания, если эти ТВ-каналы финансируются фондом Аденауэра и Соросом? Напомним, что Джорджу Соросу запрещено посещение собственной родины, Венгрии. Он там является персоной Нонградом. Он также является нежелательной персоной Великобритании. Алексей Лонгу также призвал жителей Молдовы хорошо подумать перед тем, как принять участие в референдуме и предстоящих выборах президента. По его мнению, граждане должны решить, хотят ли они дальше жить с завязанными глазами и закрытым ртом, хотят ли они сохранить традиционные ценности молдовского народа, дошедший до наших дней еще со времен Штефана Челмаря. Почти полгода люди, встречающие или провожающие своих близких в аэропорту, вынуждены часами стоять под открытым небом у здания аэрогавни, потому что в зал ожиданий их не пускают. Многие пассажиры, в свою очередь, жалуются, что из-за этих условий безопасности, которые власти уже несколько раз продлевали, они пропускают рейсы, простаивая часами в огромных очередях на регистрацию. Вообще ненормально, для людей нет, для них, видимо, да. Нужно создавать нормальные условия для людей, благоприятные. Дурно. Почему? Потому, для чего делают такие здания, чтобы возле них стоять? Если дождь. Много летало, и в Нью-Йорке было, такого я не видела. Это правильно или нет? Ну, наверное, нет. А что я тут должна стоять? Ненормально это все. Ну, я не знаю, просто, если должен на улице, где ожидающие должны ждать всех. Я так думаю, что лучше поставить там какие-нибудь скэнеры, или как они называются, вот, например, если кто-то там вооружен, или чтобы какие-то меры были в этом плане применены, применены. не держать людей на улице, нет. Как бы неприятно, если честно, да, неприятно, хотя они смогли что-то там достроить, сделать что-то. Это неправильно. Люди должны находиться в нормальных условиях, а не так на ветру, ожидать и отправления, и встречать гостей тоже. Это неправильно, так не должно быть. Нет, я думаю, это не нормальная мера, потому что сейчас еще не так прохладно, а так будет прохладно зимой, как бы не очень хорошо, чтобы здесь ждать. Нигде, нигде в Европе такое нету, как бы даже в Бельгии там всех пускают, там все свободно. Думаю, это перебор. Один из тех, кто едва не пропустил свой рейс, экс-министр социальной защиты Марчил Спотарь. В публикации на своей странице в соцсети он написал, что чуть не опоздал на посадку на рейс Кишинев-Бухарест, потеряв много времени в очереди на паспортный контроль. В аэропорту Кишинева вход в здание разрешен только тем, у кого есть авиабилет. И это для обеспечения оптимального комфорта и спокойной атмосферы. А люди, встречающие своих близких, стоят на улице под дождем возле здания, мокнут и ждут прилета. Зато внутри оптимальный комфорт. Напомним, с мая прошлого года управление международным аэропортом Кишинева перешло от компании Авиаинвест к государству. С 1 мая 2024 доступ в здание аэропорта разрешен только пассажирам с билетом и проездным документом, персоналу и экипажем воздушных судов. Тогда было объявлено, что данные меры реализуются с целью обеспечения комфорта и безопасности всех путешественников. Ограничение было продлено до 30 сентября. В столичном секторе Буйканы 23-летняя женщина едва не упала с 12-го этажа жилого дома. В соцсетях размещено видео, на котором она стоит на кромке фасада, держась за оконный отлив. По данным генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли два расчета спасателей. На земле они раскрыли воздушную подушку безопасности, после чего осторожно затащили женщину через окно в помещение. Пока неизвестны причины, по которым женщина оказалась с внешней стороны стены дома. По данным столичной полиции, по этому происшествию проводится расследование для выяснения всех обстоятельств. В том числе изучается версия попытки суицида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин